Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодняшняя наша лекция – формы, содержание и сущность государства. Это обычная традиционная лекция, это читаю я тут 10-й год, 10-й раз, поэтому в основном она есть, кто хочет, может почитать в интернете, на нашем сайте, и каждый год я ее читаю немножко по-другому, с присоединением каких-то новых аспектов, новых тем. Вот складывающихся сюжетов, поэтому те лекции, они тоже имеют такое вот, ну, самостоятельное значение. Поэтому и сейчас я кратенько суть дела расскажу, а затрону некоторые темы и проблемы, связанные с сегодняшним горячим текущим моментом. И это, я думаю, понятно, да, что вот эта наша лекция, она по тематике очень вписывается в современный текущий политический момент. Поэтому я думаю, что она будет и в теоретическом плане интересного, и в практическом тоже. Значит, что касается дополнительных тем, то я затронул не только формы, но моменты содержания государства. Тоже я их когда-то в какой-то лекции затрагивал, ну и сейчас, я думаю, это было уже давно, сейчас полезно вспомнить. Ну и состав государства, тоже я его когда-то затрагивал в лекциях, но и сегодня тоже его полезно вспомнить. Ну и потом, в такой во второй части лекции, или в третьей уже скорее, значит, поговорим о современной обстановке, о суверенитете, который сейчас стал очень острым, ну и о каких-то других проблемах. Итак, что касается исторического фона и ситуации в нашей стране. Какая у нас ситуация сейчас? Что происходит у нас на западных границах? Война. Военная операция. Вторжение. Да, военная операция. И сейчас в прессе, в сетях большая стычка по этому поводу. Одни война. Кто так говорит? Кто наставит, что война, там, крушат Украину. Значит, прислал мне родственник тут сегодня похороны российского солдата, там в деревне хоронят. Ой, война такая тяжелая. Похороны, конечно, они на эмоции вьют людей, да? И мы сочувствуем там и солдата, и его родни, и так далее. Но мы все-таки, как люди разумные, должны понимать, война это или не война? Не война. Сейчас мы поговорим. Война – это что такое? Боевое действие на территории двух стран. Это политика. Так, раз, минуточку. Это грамотный человек. Война – это что такое? По сути, вооруженный конфликт двух стран. Да, это вот, это не определение. Это вы описываете своими словами, вот, какую-то ситуацию конфликта, или там, это самое, вторжение, или там еще можно страшные вещи придумать. Но это не война по понятию, по определению, по сути. И сейчас вам Константин Константинович объяснит, не объяснит, тут объяснять ничего не надо. Понятие, оно имеет критерии в самом себе. Понятно то, что выражено в понятии. Константин Константинович, вам сейчас это понятие и даст. Война – это продолжение политики, которая проводится среди, между классами, межклассовая борьба, так можно еще сказать. Значит, это правильно, но это не до конца определение, так сказать. Можно быть национально освободительной, между классами и между государством. Совершенно верно. И все равно еще не полностью, главного элемента нет. Вооруженная борьба. Вооруженная. Значит, война – это вооруженная борьба между классами, нациями, государствами. А, да, да. А всякие там эти вот бандюганы, вооруженные конфликты устраивают в Петербурге, в Москве, еще где-то. Это никакая не война, это стрелки. Хотя под ваше определение в войне они подходят, да и под ваше. Значит, эти самые питерские вторглись в Москву. Конечно, их там не любят. Или были, помните, Тамбовские, Ореховские, помните? Они там вторгнутся на чужую землю. Вторжение, война, они тоже война. Криминальные войны. Да, вот, криминальные войны. Информационная война, да. Никакая она не война, она борьба идеологическая, информационная, еще какая. Но она не война. Почему? Потому что война – это борьба с помощью оружия. Или, если продолжить, завершить определение Константина Константиновича, война – это продолжение политики другими средствами, военными. Тогда это определение неправильно. Причем, вот это определение, оно классическое, идет от немца-клаузевица. Был такой в наполеоновских войнах, принимал участие, значит, на русской стороне. Вот он о войне 12-го года писал. О войне, да. Я и говорю, писал о войне. Значит, 12-го года. И оттуда, вот он там это сформулирует так, и до сих пор это определение сохраняется как классическое. Почувствуйте разницу. Продолжение, значит, политики другими средствами, военными средствами. Очень просто, очень хорошо, глубоко, доходчиво. Значит, ну и почему вот этот конфликт не война? Сейчас вам ее затрудняется. Ну как затрудняется, вам, товарищи, сказали, что такое война. А теперь вам остается это понятие применить к ситуации. Ну, одно государство раздроблено и пытается, что почему-то сопротивляться. Как, нет? Почему? Ну, потому что, во-первых, между государствами ни Украина, ни Россия не объявляют какого-то куба войны. И не объявляют, и нету цели победить государство Украины. У России, российское правительство не ставит целью победить Украину. Или там оккупировать Украину, или еще там чего-нибудь. Такой цели нету. Это не классовая, так важно. Это не классовая ворва, это понятно и так. Это не национально-освободительная. Это не национально-освободительная. Причем, в какой-то мере там вот, это я как-то сейчас шел, ехал и шел на лекцию. И вот думаю, что вот в смысле национализма, борьбы национально-освободительной, она тоже не национально-освободительная. Но момент национализма, он сейчас как бы возбуждается. Вот скажем, до сих пор национализм очень был развит в Украине. То есть, украинцы, они в основной своей массе националисты? Нет. Нет. Почему? Потому что, как минимум, у них разные отношения к этому, разные истории. Нету ничего объединяющего фактора. В общем, нет. А меня не украинцы. Но национализма широкого в Украине до этого момента не было. Значит, были социологические исследования на эту тему, можете посмотреть. Национализм, значит, определяется примерно в 10-15%. Но что значит национализм это такой, ну как бы обывательский? Как и у нас такой обывательский, есть национализм, тоже может быть процентов 10 там где-нибудь есть. Но вообще русский народ, он не народ националистов. Поэтому, скажем, национальных партий у нас серьезных не возникло. Вот много возникало разных группировок. Мы там за русское дело, мы там что-то такое. Россия для русских. Да-да, это лозунги их. Национально-демократическая русская партия. В этом духе ничего из них не вышло. Почему? Потому что в русском народе нет вот этого сознания. А почему? А потому что он собран из многочисленных, из многих этносов. Этнос по-гречески – народ. Поэтому национализм нам не свойственен. Но и украинцы – это тот же этнос, что мы с одного этноса. И если есть он там, он как бы имплантирован из западноукраинских республик. Вот когда их присоединили там во время войны, там вот эти националисты были, бандеровцы. Вот они сыграли тут такую излишне большую роль. Конечно, но вот этот конфликт, он, конечно, национальное чувство возбуждает. Поэтому там какие-то люди деревенские и серые, но, может быть, у них там вот это вот сознание, ну, несколько обострится. Ну, и то, я думаю, что при хорошей, нормальной политике, разъясняющей, а, в общем, разъяснений много идет, я думаю, что он все-таки не очень будет таким большим активным. А вот нацисты, фашисты – там есть. Ну, и что такое фашисты? Фашизм, я думаю, вы уже знаете. Наверное, вспоминали этот фашизм. Вы знаете, кстати, а товарищи знают, что такое фашизм? Это открытая террористическая диктатура наиболее финансово-шевинистически настроенных группировок. Кругов? Кругов. Буржуазии, да. Буржуазии. Да, вот и все. Это точная формулировка. Только ее опять надо к Украине, значит, применить. Это понятие, это фашизм в себе, в понятии. А, скажем, чтобы применить его к Украине, это вот нужно вот эти вот признаки, ну, с реальностью, значит, соотнести. Скажем, наиболее крупные круги финансовой буржуазии. Есть на Украине такие? Ну, олигархи есть. А? Олигархи же есть. Ну и сколько у этих олигархов бабок? У самых крупных там полтора-два, значит, миллиарда долларов. Ну, это просто мелкие хулиганы перед крупной финансовой буржуазией западной по сравнению с американцами. Там 50 миллиардов, пух, 50, да, 50 миллиардов, 100 миллиардов в Безоса-то это. Значит, вот это вот крупная финансовая буржуазия. А это, по сравнению с ними, это мелкая шпана, во-первых, по экономическому положению. А по сознанию это вообще мелкая буржуазия. Местичковая. Местичковая, мелкая, она же из советских недоумков выросла. Вот это вот были отсталые, там кинули, во, рынок тут давай на запад, вот это они бросились по-глубски. И что украинские, что наши. Ну и где вы теперь с вашими миллиардами? Где вы, товарищ Гусинский? Тут они с Березовским ходили такими козырями, руководили семьей, там Ельцинс, ГПВ. Где они? Причем давно уже, Березовский, нам, если вы такие умные, чего вы такие бедные? А я ему, если ты такой умный, зачем ты такой богатый? Ну и где ты со своим богатством? Да. Во-первых, ты бегал от правосудия 10 лет, это не жизнь, а хуже каторги. В бегах человек находился, а его везде требовали, что ему представьте, его в Россию. В конце концов, поняли, что он таки действительно собрался в Россию, и он тут вдруг скоропастично скончался. Сразу обокрали, во-первых, его еще когда он в бегах был, уже обокрали, как только умер, вообще все обобрали до нитки. Так что бедным женам там почти ничего не досталось, они уже тут ротик раздинули, думали, у них виллы там на берегу Лазурно. Причем мы это все предсказывали. Не только мы. Был фильм «Две судьбы» – Красноводский и Усков, режиссеры выдающиеся. Это вот те, кто сделал «Вечный зов». «Вечный зов» смотрели? Не смотрели «Вечный зов»? Это просто брешь в вашем художественном образовании. Значит, придете домой, ничем не занимаетесь, найдите в интернете этот «Вечный зов» и посмотрите. Это самый выдающийся фильм о советской жизни, истории и вот внутренней борьбе. И там бывший, значит, русский подданный, как его фамилия-то? Какая-то такая украинская. Слаживый его, да. Да-да, как его фамилия-то? Лисовский. Какая-то такая польская, украинская фамилия. Вот он оказался на стороне фашистов, вместе с фашистами пришел в Россию, узнал, что тут, значит, за линией фронта его зять, политработник, он, значит, велел выкрасть этого зятя. Сядь, предстает пред ним, и тот ему объясняет, куда он попал и требует от него некоторых услуг. И потом, этот тип, он еще сделал карьеру в Советском Союзе, вот этот зять-то. И таких зятьев было много. И Солженицын, он вот из этой породы. Да, это я все о национализме, да, о нацизме. То есть, на этой почве, значит, нацизм. Он не украинский по основе, по происхождению, он не украинский, он американский. Фашисты есть, готовые к открытой террористической диктатуре, только в Америке. А они уже включают этих, как игрушки свои, и делают из них нациков, как говорят в Украине. Поэтому Путин объявил, значит, операцию по демилитаризации, денацификации. Что это значит? Это значит, что вот эту вот какую-то часть руководства, которое проводит нацизм и американский фашизм на экспорт в Украине для того, чтобы направить это все против России, ликвидировано. И причем, я-то думаю, что наши руководства рассчитывают, что они сами сбегут, потому что он тут напустил такого, значит, что мы вас. Я сначала думал, что речь пойдет о границах ЛНР и ДНР, а он, видишь, замахнулся на все. Он их пугает заранее, как кто. Вот я много говорил о том, что русские сказки, они мудрые во многих отношениях, в том, что их политическое. Помните, зайчик-то идёт по дорожке, лиса его выгнала из домика, он идёт по дорожке и плачет, помните? А на встречу ему петушок. «Чего ты, зайка, плачешь? Как же мне не плачать?» Ну, рассказывает свою историю, а петушок ему говорит, что? «Не переживай, выгоним его. Освободим твою хату». Нет, это вы пересказываете своими словами. А песенку эту нужно знать точно. Она же песенка, её нужно и знать точно. Не знаете, и это большой грех. И это не случайно, как я сейчас покажу. Ну, так как поют петушок-то? Я смотрел на твою лекцию на зиму. Даже смотрел мою лекцию. Да, я на какой-то лекции это вспоминал. Нет, не помню. Да, и это не случайно. Вот это не случайно, что русские люди в начале 21-го года в Красном университете даже не знают этой сказки. Хотя Александр Сергеевич... Второй. Александр Сергеевич специально написал... Специально написал статью о смысле русской алгоритмической сказки. В том числе я танцеваюсь на вот этот колобок. Он поёт. Кукаряку несу-несу косу, лисе голову снесу по самые плечи, убирайся леса с печей. Лиса услышала. Говорит, собираюсь. А петушок ещё громче. Кукаряку несу-несу косу, лисе голову снесу по самые плечи, убирайся леса с печей. лиса еще пуще испугалась и говорит – одеваюсь, а петушок не унимается, как крико. Лиса испугалась и убежала, убежала. Потом я приводил в лекции пример с Лениным. Владимир Ильич приехал на финляндский вокзал на паровозике, помните? Это большой недостаток в образовании. Паровозик этот на финляндском вокзале стоит еще под стеклом, на него можно посмотреть и почитать, что это за паровоз. Приехал на паровозике, на финляндский вокзал, его встретила большая ленинградская аудитория. Петроградская аудитория. Матросы, рабочие, большевики там привезли для этого специально броневик. Ленин забрался на броневик и в сторону Зимнего дворца кукаряку. Несу-несу косу, лисе голову снесу по самые плечи. Убирайся, лиса, спичь. Лиса. Собираюсь. А он второй раз. В июле, 3 июля, собралась большая демонстрация кукаряку с винтовками моторосы идут. Те с перепугу перестреляли демонстрацию на углу Садова и Невского. Но всё равно одеваюсь. И 25 октября Малентович, министр, описывает в своих воспоминаниях. Они уже сидели в зимнем, не знали, чего делать. Уже парализованные все были. Поэтому их пришли вечером, небольшая даже относительно. Говорю, это в кино, там такой штурм. В кино могут сделать только художественный образ. Ну и вот можно сделать только так. А в жизни очень просто. Пришел отряд. Граждане, собирайтесь и в этот их Петропавловку. Да. А почему вы не знаете? Это вот мне сегодня открылось. Иду я по моему Кузнецовскому переулку. Вижу магазин, значит, детской книги. Я думаю, я в нём никогда не был, а у меня сосед появился, трёхлетний. И я как раз хотел подарить ему колобка. Думаю, подарю я ему колобка. Захожу, раз прошёл, просмотрел, второй – не увидел колобка. Я говорю, у вас колобок есть? Есть. Подводит меня, значит. И точно в этих книгах такого небольшого форматика, толстая, страницы, не листы, а корки. Картонные. Картонные, да. И в них, значит, вклеены как бы такие образы, которые оттуда можно выставить. Там колобка отдельно, он рядом с книгой будет. И как вы думаете, сколько она стоит? Да, 650 рублей. Я не могу при всей моей симпатии к моему соседу трёхлетнему купить ему такого колобка не могу. Но это и не рассчитано на то, чтобы его покупали. Это рассчитано, чтобы не покупали. Чтобы вот такие серьёзные дяди, как вы, не знали национальный эпос, национальную культуру, национальные сказки. Хотя нигде, ни в одной стране нет таких исследований по сказкам, как в России. И вот, скажем, такие выдающиеся были собиратели, исследователи, Афанасьев, русские народные сказки. Вот сейчас вышли книги Проппа о русской сказке, выдающиеся исследователи. Нигде в мире нет такого. Но это вот только собрались, переиздали советского автора Проппа, профессора Проппа, нашего ленинградского. Что можно найти колобка, я не сомневаюсь. Но есть вот такие магазины, где колобка – это, во-первых, нету доступного, а во-вторых, есть вот такие, чтобы их не покупали. Я уж не говорю про интернет, где всяких извращений на тему колобка. О! Ну ладно, это мы отвлеклись от ситуации. Значит, война. Вот наш университет, поэтому, может быть, вы почувствовали уже, и не только почувствовали, но и поняли, что он стоит на почве науки, на почве понятий, устойчивых определений, которые идут из глубины от Аристотеля, Платона, Клаузевица. Причем Клаузица – это феодальный, можно сказать, исследователь. Но он точно сформулировал это, и без этого мыслить правильно о ситуации невозможно. Если вы, значит, не мыслите так, если вы мыслите вот таким образом, это значит, вы ничего не понимаете. Это вам кажется то, что вроде ясного, вот вы посмотрели, а на самом деле вы без понятия. Это, что называется по-русски, мужики говорят, я без понятия. Понятия на эту тему у вас нет. Понятие помогает различать истину от ложного. Значит, ну и теперь, что касается нашей непосредственной темы. Значит, содержание государства. Основные моменты содержания, которые я сформулировал в своей книге, самоорганизация, общество и государство. Есть такая у меня книга, 2009 года. Я там говорю, первый момент государства – это ординация. Ординация. То есть приведение общества в порядок. Самая главная забота государства – это наведение порядка, его сохранение. По-немецки это орднунг, порядок, а по-гречески – ординация. Порядок, упорядочение. И, скажем, вот в начале XX века там была полемика большевиков с меньшевиками, и Ленин критикует струи за то, что струи настаивает, что вот главное в государстве – это порядок. И Ленин его критикует, что вот главный – не порядок, а подавление в государстве. И это правильно. Но это определённость государства. Порядок, он не сам по себе, да, а он определённый. Порядок нужен в любом смысле. Хоть официальный существующий, хоть революционный. То есть 25 октября был царский порядок, монархический порядок. В ночь произошла революция, и Ленин сразу устанавливает революционный порядок. Какой? Рабочий контроль. Значит, война закончена. Землю крестьянам, фабрики рабочие. Вот вам порядок. И кто против этот порядок, тот будет сурово наказан. Тоже ещё законов нету. Дикатуры – это власть, опирающаяся непосредственно на силу. Но эта сила, она в себе несёт новый порядок всё равно. От порядка никуда не деться. Общество не может быть неупорядоченным, кроме вот каких-то таких моментов – революция или контрреволюция, или война. И то в войну порядок устанавливается ещё более жестокий. Паникёров расстрел на месте. Если то паникуешь, разрушаешь порядок, на месте расстреляют, и товарища ещё наградят за то, что он прекратил панику. Может быть, даже хорошо, что вы вспомнили. Вы вспомнили анархия, мать порядка, да? Да, был такой, это не лозунг, а такое положение, что подлинный порядок устанавливает анархия, безвластие. Это Бакунин наш Михаил Александрович, мой земляк, значит, француз, Прудон, значит, ещё некоторые товарищи. Вот они отстаивали концепцию анархизма. И Маркс, и Ленин разъясняют, что цель у нас с анархизмом одна – безгосударственное общество. Но анархисты думают, что они прогнали царя, и на этом всё закончилось. А дальше общины коммунные снизу сами организуются, то есть устраивают порядок, и они сами сознательно устроят во какой порядок. И если бы не сопротивление буржуазии, то так бы оно и было. Загвоздочка только в том, что буржуазия-то осталась. Революцию вы свершили, царя прогнали, а буржуазию куда вы денете? Она что останется? Поэтому, чтобы добиться вот этого общества без государства, и нужна революция и установление диктатуры пролетариата, чтобы за некоторый период оно изжило буржуазию, привела всю собственность в общественную форму, и тогда коммуны вот эти, они могут этой общественной формой воспользоваться. А если им просто раздать эту землю, то при наличии буржуазии тут же они начнут конкурировать, вскоре разделятся и будет еще хуже, как это и получилось на Украине. Вот социалистическую общественную форму они разорванили. Давайте, ребята, кто что хочет, берите. И взяли одни миллиарды, заводы, как Ахметов, фабрики, как Порошенко, а другие с класком земли остались. Они думали, что они тут сейчас станут фермерами. Даже в Украине фермеров-то много не стало, потому что на стареньком ХТЗ или Беларуси далеко не уедешь и много не наработаешь. Хозяйство и сельское везде во всем мире уже давно стало машинным, технологичным, крупным производством, научным, с научной основой, семенным фондом, плодовым фондом и так далее. Так что орденг, ординация, она по определению будет разная. У рабовдельцев она одна, до рабовдельцев она была другая, у феодалов она третья, у бурзея она четвёртая, в социалистическом обществе она пятая. Но она всё равно должна быть в устоявшемся обществе. Ординация, организация, упорядочение. Второй момент обязательный – координация, координация, то есть согласование действий как внутри государства, так и в обществе. Вот почему наша экономика в развалинах уже 30 лет, считай. Потому что нарушены координационные связи, которые создавались 70 лет. Вот 70 лет устойчивой координационной связи между предприятиями. Одну даже связь порви, одну, в одном месте. Какому-то заводу не достало детали, этот завод не выпустил свои детали, он не может ещё там пяти заводам свои детали поставить. Те пять заводов не могут ещё своим пяти заводам поставить эти детали. Значит, уже 25, и этот вал прокатился по нам в 90-е годы, в разваленных экономиках. Но вот вроде после того, как Путин убедился, и наши более-менее буржуи убедились, что их на Западе никто не ждёт, Путин это констатировал в 2007 году, в знаменитой речи. Как она называется? Товарищи Волковы. Да-да. В Германии? В Германии. Как речь? В Мюнхесской речи, в 1907 году. Когда он нам говорит, что мы же хотели на Запад, мы же хотели быть с вашими друзьями, мы всё сделали, мы были такими послушными, а вы нас так кинули. Дошло до них через сколько это лет-то? Через 15? 17. 17. Что их кинули, а мы с Михаилом Васильевичем это объясняли ещё в Перестройку, что вас там не ждут, ждут вашего разорения, ждут уничтожения конкурента. А конкурента у них и было единственное СССР. Они спят и видят, они потратили миллиарды на разрушение СССР. А тут эти идиоты, идиоты, сами всё разрушили, отдали. Причём вот разрушили, увидели, покаялись бы и начали бы строить хотя бы буржуазную капиталистическую промышленность. Но они же не стали этого делать. Более-менее, когда они увидели, что значит, с такими непослушными на севере Африки и на Ближнем Востоке делает Америка, они поняли, что это и их судьба. Все видели, как Саддама Хусейна повесили это? Видели? Да, я закалённый человек был. И то это меня так это сильное впечатление произвело, ударило сильно по нервам. Причём мне, может быть, даже не столько по моим, сколько я думаю, это же вот женщины, дети смотрят на это всё. Нет, повесили, вывели из-под ног пол, ну там было приготовлено место, и болтается с Адам Хусейн. Точно так же и со всеми другими было. И тогда им Примаков, который знает, что он участвовал в разрушении СССР, до него дошло, что он им говорит, объяснил, в «Известиях» была статья, что надо восстанавливать промышленность, и начинать надо с военной сферы. И, видимо, тогда начали с военной сферы. И в военной сфере кое-что есть, ну а рядом и вспомогательные промышленные, значит, хозяйства. Но экономика-то не поднимается, всерьёз-то она не поднимается. Они всё занимаются финансами и войной. Но это нужно, конечно, заниматься войной. Нужно заниматься вооружением. Это правильно. Кстати, это, значит, тезис Маккавелли. Вот был такой Никола Маккавелли. Слышали когда-нибудь такое имя? Слышали? Это был госсекретарь во Флоренской республике в конце 15-го, начале 16-го века. А? Во Флорентийской или… А я как сказал? Во Флоренции. Во Флоренции – это Флорентийская республика. Он написал книгу «История Флоренции», очень хорошая, рекомендую всем, и так и называется «Государь», или ещё есть перевод старый «Князь». Он и говорит, что «Князь, государь, должен заниматься одним делом – армией. Если у него армия есть крепкая, значит, у него будет всё в порядке. А если нет армии, то и будет всё в порядке». И вот мы видим, что, по крайней мере, армия у Путина есть. Но у Путина разорённое население, разорённая медицинская сфера, разорённое высшее образование, значит, и разорённая жилищная сфера – много строится. Но мы же живём-то не в Москве и не в Ленинграде только. Садимся, едем в Москву и видим эти вот сгнившие уже деревянные дома, которым по 150 и по 200, наверное, уже лет, которые еле-еле неизвестно, на чём они там держатся. И эта Россия, эта Россия так живёт. И ощущение, что вообще им эта Россия не нужна. Там грязь, нищета, умирание, вымирание. И сейчас ещё начали переименовывать городки районные в поселение районного типа. То есть вообще не надо заботиться, пусть они там гниют. А финансы утекают на Запад. Золото – это придурочная Навиулина. И неужели это она по своему почину продаёт в Англии золото? Неужели это без ведома Путина? В такой ситуации продавать золото, но это какой-то нож в спину. Рубли. Сейчас доллар скачет. В Америке инфляция, я сегодня докладывал Байден, семь процентов. Семь процентов – это официальный, он говорит. На самом деле наверняка стало процентов 10-12. Это для Америки катастрофа. Они к такому не привыкли, во-первых. Во-вторых, раз инфляция, значит, какие-то предприятия, особенно мелкие, разоряются. Раз они разоряются, значит, они нарушают цепочки экономические. Ну и то же самое, что было и в Советском Союзе. Точно это самое. Начнут рваться цепи. Причем в том году был, конечно, шедевр. Я думаю, конечно, это авария случайная, но теперь мне кажется, что возможно, это и не случайно. Помните, в Суэцком канале поперёк канала встал контейнеровоз? И стоял он там что-то недели или две, перегородив Суэцкий канал, а это транспортная артерия. На этом погорели тысячи людей, тысячи предпринимателей, а за ними, стало быть, и их обслуга. Значит, всё это называется кризис мирового капитализма, о котором говорил наш дорогой уважаемый вождь Владимир Ильич Ленин. И говорил по этому, определял по этому империализм. Значит, что он? Какой? Загнивающий. Так, вы-то знаете, Степан Степанович. А как товарищи наши у Галко там научились чему-нибудь? Загнивающий. А ещё? Терминальная фаза. Загнивающий и умирающий. И вот, а старики, значит, в советское время, мол, хорошо пахнет загнивающей-то, джинсы там, эти самые… Жвачка. Транзисторный приёмник, жвачка. Дескать, там-то хорошо живут, а вот у нас-то жвачки нету, джинсов нету там, и так далее и так далее. Так вы в Великую Отечественную эту войну не почувствовали, что он загнивающий? Что они вышли из человеческого образа, людей жгли, душили газом в массовом порядке, живыми закапывали в могилы. Это расчеловечивание Германии, немецких людей. Ещё бажур отвело из человеческой кожи. Да, не дошло. Но, может быть, теперь почувствовали вы, когда Америка, значит, Ливию спалила, Египет спалила, Ирак спалила, Афганистан спалила, Югославию. Ну, не чувствуете запаху-то? Почему? Потому что весь капитализм сконцентрировался в Америке. Он стал как бы монокапитализмом. То есть Америка стала гегемоном над всем капиталистом, и остальные теперь империалисты, сложив ручки, смотрят в рот американскому президенту. Бедную эту немецкую канцелярину, Ангелу Меркель подслушивал американский президент Барак Обама. Подслушивал постоянно у неё в телефоне, передатчик, и где бы она ни была, он её захочет послушать. Вернее, не он там, службы слушали. И когда там она находилась, видимо, в каких-то пикантных обстоятельствах, они давали ему послушать. И он, я думаю, с удовольствием слушал, ещё и жене рассказывал. И она у них на крючке, и все они там на крючке. Поэтому нет самостоятельности. Вот сейчас новый президент германский, как его? Шольц, да. Вот только что отпустил, наконец, аж два миллиарда долларов на военную сферу. Вот будут, может быть, свою более-менее армию каким-то образом возражать. Почему? Потому что, если у него немножко соображений есть, он должен понимать, что Америка заинтересована не только в ослаблении России, но и в ослаблении Европы. Она заинтересована, во-первых, в её ослаблении, во-вторых, в дальнейшем подчинении. Нет лучшего подчинения, как продавать им свой дорогой, значит, жижный газ. И вот Путин, Россия затратили массу денег на этот поток, на Северный второй. И теперь, он говорит, не нужен. Америка говорит, он вам не нужен. И Шольц говорит, не нужен. Хотя Шольц первоначально поддерживал Меркель. Вот как обстоят дела. Экономика, бизнес – ничего личного. Но это я ещё до этого дойду. Так, на координации. И третий момент – субординация. Субординация, то есть подчинение низших структур высшим. Субординация – она последняя по порядку, но не последняя по существу. По существу она, скорее, первая. Почему? Потому что она и осуществляет подавление и своих, значит, не вполне разумных членов господствующих классов и государства. Во-первых, подчиняет своих недостаточно сознательных членов, а во-вторых, всё государство. Подчиняет, подавляет. Если надо, то и подавляет. Если не надо подавлять, то подчиняет легко, уговорами, законами. А если кто-нибудь что-нибудь возникает, то жёстко подавляет, в том числе военным путём. Причём невзирая на чины и звания. Если надо кого-то казнить – казнят. Если надо открыть войну – откроют войну. Ну и так далее. Это же, значит, что касается основных моментов содержания. Теперь состав государства. Определил когда-то Энгельс, что основанием государства является территория. Территория. Первый момент – территория. Есть территория – есть государство. Нет территории – нет государства. И мы знаем такие народы, которые долгое время жили вне своей территории. Такие, как древние евреи, армяне, цыгане. Вот сейчас, да. Сейчас живут. Да, да. Кого-то… Девушки отдыхают, когда бегали. Нет, это другая, это другая. А цыгане где живут? Или, скажем, арабы в Палестине. Есть территория – есть арабский государство. Нет территории – живут в другом государстве. И пытаются бороться. Вот уже сколько десятилетий, и ничего не получается. Причём не просто территория, а административно разделённая территория. Почему? Потому что на разделениях погибло народу больше, чем в войнах. Вот на межах, линии между огородами, вот на них погибло народу больше, чем в войнах. Почему? Потому что споры-то вот они тут непосредственные, живые, сразу переходят в психику. И вот, скажем, мне запомнился один из последних таких боёв. Баталов Алексей, знаете, артист был великий. Вот у него была дача. И вот там сосед, значит, вырыл канаву на 20 сантиметров, значит, перешёл там на его территорию. За счёт его территорий. Естественно, он начал возражать. То, значит, на него напускаться. Я думаю, что, может, он лишний год жизни… Он прожил довольно долгую жизнь, но я думаю, год жизни ему этот спор, значит, стоил. Года жизни лишнего. Вот. Но это ещё хорошо, он миром обошёлся. Я уж не говорю о том, что там дрожжина такая актриса потом обокрала это семейство. И только недавно этот суд закончился, вернули жене и дочери, инвалиду баталовским, значит, их имущество. Во как! Таких выдающихся людей тут же вот хотят обократь. Значит, территория. Вторая. Второй момент – публичная власть. Публичная власть. Вот не какая-то, не тёмные какие-то подпольные силы, а публичная власть, ту, которую народ видит. Нас не касается, что где-то там какие-то у вас бегают жидомасоны или вот как сейчас на Украине жидомбандеровцы или там ещё какие-нибудь. И это нас не интересует. Это вы там сами разберитесь. Когда вам бошку отвинтят, тогда вы там будете с ними разбираться. А нам вот эти мерзавцы нас угнетают. И снимать голову будут им. Ну, а заодно там попадутся и те, кто кукловодил этим делом. Там разного свойства. Начинают американская разведка и кончают, что там я не знаю. Значит, публичная власть. Власть известна. Законодательная издаёт законы, исполнительная, которая исполняет законы, и судебная, которая надзирает, правильно ли исполняются законы. Вот это себе отметьте особо. Народ заблуждается, что суды – это вот кто правильно судит. Хотя русский народ хорошо знает, что судят почти всегда неправильно. За исключением Советского Союза. Но в русском народе ещё царского времени чётко зафиксировано – с сильным не борись, с богатым не судись. Суд что дышло, куда повернуть – туда и вышло. Юридический, правовой кретинизм или юридический кретинизм. Вот Медведев был президентом, вот он, значит, такой носитель правового кретинизма. Он обвиняет русский народ, что русский народ – он правые нигилисты, вот не уважают закон. Это не они нигилисты какие-то, а это ты – тупой человек. А русский народ прекрасно понимает, что ему в судах делать нечего. В суде его обманут, обзовут, оскорбят и выкинут. Кто-нибудь судился когда-нибудь? Не судились? Ну, я вот по личным делам не судился, а по общественным судился. Вот по газете «Народная правда» мы провели 22 суда. Из них половину мы выиграли. Но помещения редакции нас всё равно лишили. Почему? Потому что невозможно с ними бороться умом и аргументами. Можно, мы сопротивлялись долго, несколько лет. За счёт этих судов мы и содержали помещения. Пока мы боролись, помещение было за нами. Но силы неравные. Почему-то же буржуазный суд, он неправедный по существу. И русский народ это прекрасно знает. И к этому правильно совершенно относится. «Себе дороже» это ещё называется. Да, публичная власть. Второй момент. И третий – государственные налоги и долги. Государственные налоги и долги. Откуда деньги у государства? На что оно, собственно говоря, действует, живёт? За счёт налогов и долгов. Налогами уже всех задушили – и бизнесменов, и людей. Причём в нашем ультрадемократическом, ультрасовременном буржуазном государстве – значит, налоги для буржуазии, для буржуев такие же, как и для трудящихся. У нас равная шкала налогов на доходы. Плоская. Конечно, им хорошо живётся. Они ищем и 13 процентов – это много. Хотя весь мир у всех народов буржуазных в мире, значит, прогрессивная шкала налогов. И во Франции, и в Америке она очень высокая. Она зашкаливает за 50 процентов. Об этом мы писали в наших статьях, книгах. Ну и в долги ещё залезает. Мало того, что к своему народу, так ещё и берёт где-нибудь за границей. И сейчас эти налоги, излишние денежки, которые складывала туда наша Набиулина, хранила доллары в США, сейчас их санкции, извините, граждане, не положено вам. Ваши денежки получат. Они же собираются купить акции российских компаний. Ну да, это уже другой вопрос. Это уже вот их денежки, они уже будут пользоваться. Уже и перерыв, да. Так, ну ладно. А, ну, собственно, мы на этом закончили. Значит, третий момент – государственные налоги и долги. За счёт чего живёт государство. Но это особая экономическая тема. Ну, я думаю, что на занятиях по экономике вы ещё остановитесь. Перерыв. А можно всё-таки говорить про войну. То есть, я не до конца понял, почему она не подпадает под определение то, что происходит. Потому что мы военным путём продолжаем свалить политику. То есть, сама окраина активно говорит, что это война. Да. Так, почему тогда всё равно это не считается войной? Ну, потому что это определение вообще всеобщее. Да. Оно, ну, фактически, да, подойдёт и для многих конфликтов. Не только для войны в таком собственном, точном, конкретном смысле слова. Вот. А конкретное определение – это именно между какими субъектами проходит она. Это, кстати, о нашей политике тоже. Она… политика – это что такое? Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Да, вот. Вот сначала он сказал – это только начало, это всеобщее, да? А именно, какая борьба? Борьба за удержание государства. Или борьба по поводу государства. Не любая борьба политическая, да? Это не любая политика, а политика по поводу государства. А мы ж не по поводу государства. Нас государство, нас украинское, значит, устраивает. Но об этом мы ещё поговорим потом, попозже. Это вот просто вы спросили, я ответил коротко. А подробно поговорим. Да, вы скажете, 25-го цепля, ну, на самом деле, точнее, 24-го, вы говорили, что монархический порядок. Царь был уже под арестом вместе с вашим семейством. Да, он-то был под арестом. Но порядки, они ещё сохранились царские, потому что они же хотели сохранить монархию. Неизвестно. Во время правительства были крупные силы, которые были за конституционную монархию. Керенский в сентябре поразгласил... Ну, временно правительство... Да, я вам про это и говорю, что вот одна часть поразгласила республику. Но были силы крупные, которые ещё боролись за сохранение, в том числе корниловский мятеж. Он значительно этой мере опирался на монархистов, на монархическую часть. И на армию, она ещё была по существу царской. Были комитеты, были советы в армии уже, но были и монархисты. Там вопрос ещё не был решён окончательно. А почему сто было за то, чтобы как можно быстрее этого... Ну, это одни как можно быстрее, да. А другие, значит, рассчитывали, что они ещё царя сохраняли. А почему расстреляли царскую семью? Почему? Почему расстреляли царскую семью? Царскую семью расстреляли, потому что у царя было 6 миллиардов рублей. Золото в Англии хранилось на личном счету. Поэтому пока он живой, это золото может получить только он. А когда он не живой, это золото можно обрегоновать. И кому он достался? А кто организовал убийство? Он достался, да, английским банкинерам. Англичане убили. Но руками большевиков, да? Значит, не руками большевиков, а там ситуация, она это всё как бы скрыла. Почему? Потому что это же было время гражданской войны. К Екатеринбургу подходил Врангель. Врангель, Калчат. Ой, извини, Калчат. Поэтому в этой ситуации, значит, если бы царь оставался жив, он бы был знаменем контрреволюции. Поэтому Совет Екатеринбургский, он как бы тоже был в безвыходном положении. Ему в какой-то мере выгоднее было, чтобы у противников не было такого знамени. Поэтому тут скрестилось очень много. Звёзды сошлись. Да. Поэтому непонятно православная точка зрения на это дело. Как верующие люди, они должны знать, что без воли Господа волос не упадёт с головы человека. Если Господь попустил это, стало быть, Николай Александрович заслуживал. Он заслужил вот, и прозвище у него было кровавое. Пеннин-то требовал, чтобы привезли в Москву. Значит, вот кому невыгодно это было, так это было большевикам. Вообще большевикам, скажем, центрального правительства. Зачем ему мёртвый царь? Он ему не нужен. А потом уже, может быть, и... Да, отпустить, ну пусть себе едет куда-нибудь в Англию своим деньгам, в конце концов. То есть он и ближневикам, он в этом году уже был не нужен. Там в первой неделе, ну, может, в какой-то мере. Значит, поэтому не нужен. Так же, как и с убийством царевича Дмитрия. Вот кто был заинтересован в сохранении его жизни, так это Годунов. Почему? Потому что у Годунова была вся власть. Поддержка всех. Единственное, что накануне там было восстание. Кстати, вот я в этой книжке пишу об этом. Восстание хлопка – это 1902 год. Ну, это вот какие-то трения у него были с народом. Да, там закон о переходе крестьян от хозяина к хозяину, он неудачный, значит, издал. Но, в принципе, его общество держало. И спокойно он передал бы образные правления своему сыну, и всё бы было нормально. Но это было не нужно полякам. Поэтому его убили, этого Дмитрия, зарезали и завернули всё на Годунова. Причём, как я цитирую в этой книге, значит, слух о смерти царя, этого Дмитрия, разронился ещё до убийства. В Англии уже вышла книга, что вот заинтересованы смертью царя тут некоторые товарищи. Царя царевича Дмитрия. Хотя и царевич Дмитрий, он не имел как сын седьмой жены, он не имел права на престол. Нелегитимный. Нелегитимный. Начну о формах. Я подробно рассказывал в предыдущих лекциях. Могу только кратенько вспомнить так, чтобы они никуда не терялись. Значит, формы господствующих основных три. Это монархия, когда правит один род. Аристократия, когда правит несколько аристократических родов. И демократия, когда правит стало быть не аристократической роды, а так называемый народ. И это такой узелок, который нам тоже нужно завязать. И для этого спросим вас. Народ, это что такое? Люди проживающие на одной территории. Но это наив. Муравьи – это муравьи, проживающие на одной территории. Население еще есть. Население, вот муравьи населения и кто там еще? Тараканы населения на одной территории проживают. Народ. И это очень грубо. Очень грубо. Это нация. Так народ-то что такое? Люди имеющие право свободы. Это граждане. Ну, так что такое народ-то? Трудящиеся. Но это куда не шло. Да. Трудящиеся классы населения. Они противостоят нетрудящимся классам. Аристократии. И если власть у аристократов, она называется аристократия. И в каждом обществе есть трудящиеся и есть нетрудящиеся. Это или аристократы в рабовладельцах, или феодалы в феодальном обществе, или буржуи в буржуазном. Если вы этого не понимаете, вы в политической жизни ничего не понимаете. Ничего. Поэтому нужно твердо знать. Народ – это трудящиеся классы населения. Демос. Демократия – демос. Это власть демоса, в отличие от аристократа-са. Аристократия – власть аристократа-са. Если у вас есть в голове вот это развлечение, вы что-то различаете и понимаете. Если нету – ровно ничего не понимаете. Вот вы глаголите народ, демократия, а понимания нету. Так-то, друзья мои. Поэтому мы здесь и приучаем, научаем людей вот этому обращению с абстрактными понятиями. Они, с одной стороны, они абстракция, но, с другой стороны, они за историческое время схватили в бытии суть, в себе бытие, внутреннее бытие, понятие. Потому что всякий предмет, он по своей сути – понятие. Извини, эту мысль договорю. Что такое понятие? Понятие единства всеобщего, особенного единичного. И понятие, прежде всего, оно в себе имеет эти три момента. Но прежде всего, для нас, оно оборачивается всеобщим. И мы говорим об определении народа, говорим о всеобщем. Но это всеобщее в народе есть, и оно зафиксировано. Народ – это трудящиеся классы населения. А какие они – это уже наполнение, определение содержанием. Какой народ – это в значительной мере определяется его характером. И у народа то правительство, которое этот народ заслуживает. И если он теряет государство, он заслуживает этого. Он не поддерживал свое государство. Он его в себе не защищал, не сохранял. А раз вы не защищаете и не сохраняете, и Господь его не сохраняет, если говорить церковным языком. Если вы себя не сохраняете, то и Господь вас не сохраняет. Это понятно? Или непонятно? Чего-то улыбается. Чего вы улыбаетесь? Церковь-то, она же за многие столетия кое-что-то она все-таки поняла, осознала и научила людей кое-чему-то. Или не научила? Научила. Какое-то познание у нее есть? Есть, конечно. И вот это она знает. Поэтому я это могу и вот ее языком сказать. Так, значит, народ, отсюда и демократия. Демократия – это власть трудящихся классов, направленная на реализацию их интересов. Почему? Потому что мы видим, что еще демократия буржуазная, она не направлена на реализацию интересов трудящихся. Только в той части, в которой этим трудящимся нужно выживать, чтобы работать. Потому что если не выживут, то они же работать не будут. Поэтому буржуазия, она заинтересована, чтобы были рабочие, их надо кормить. Ну, медицина, значит, нужна тоже, значит, образование какое-то нужно на сложных станках работать. Поэтому она заинтересована в какой-то части воспроизводства демократии. Но реализует она только свои интересы. Это она делает только в своих интересах. Можно, пожалуйста, демократию вообще-то называть демократией? Да, демократией. Вот, кстати, по понятиям-то, когда мы рассуждаем понятийно, мы не делаем ошибок. Вот люди, вот там Путин не демократия. Вот он сконцентрировал там в своих руках, там они объединивали. Или там вот жестоко, там что-то кого-то подавили. Вот побили там дубинками, это не демократия, фашизм. Но это не фашизм, это грубо может. Ещё там как-то, да. Но это не фашизм. Бесчеловечность, она была и до фашизма. А фашизм появился он только, значит, в первой-третьей XX века. Всё-таки. И в нашем определении фашизма это чётко вытекает. А вот на современности, там на Путина же фашисты, ну это обзыв... Или наших вот сейчас воинов там на Украине. О, фашисты, наверное, кто-то ругает. Ну это обзывательство. Они других ругать не на это. Им кажется, что это круто. Но это никакой не фашизм. Фашизм – мы сказали, что это такое. И кто так, по-вашему, использует, тот не понимает, о чём идёт речь. Ну, он выплеснул свои эмоции. Ну, выплеснул и выплеснул. Но это не истина. Он не понимает, в чём дело и не знает, что делать. Не хочет действовать. Ещё там что-нибудь. Мы, я, прекрасно понимаем, что такое демократия. Она плохая. Она нам не нравится, демократия Путина. Мне лично она не нравится. Я там выступал и выступаю против неё. Но что она день-день демократии, я не могу сказать. Это была ошибка. А ошибка, говорит Марс, хуже, чем преступление в нашем деле. Так. Ну и, значит, какие бы ни были формы государства, их сущность одна – какая? Вот древняя Афина – рабо-голитское общество. Тридцать тысяч граждан в Афинах проживало. И триста вокруг Афин – триста тысяч рабов, которыми они руководили. Подавление и управление. Как? Подавление и управление. Подавление или управление. В чём сущность государства? В сущность. В сущность. Пожалуй, удержание власти у руках кающего класса. В сказку угнетения. В угнетении. В угнетении. В угнетении класса, да? Один класс угнетает другой, а мы с вами говорим о сущности государства, с помощью которого класс угнетает свои экономические интересы. Так вот как называется эта власть, которая определяет форму, вот какая бы ни была форма, будь то демократия афинская, будь то аристократия афинская, будь то демократия афинская, сущность у всех этих государств одна, что власть находится в руках рабовладельца. Какая бы форма ни была, сущность одна – это власть рабовладельца. Вот такая власть, которая не разделяется с другими классами, называется диктатура. Сущностью государства является диктатура господствующего класса. Значит, это или диктатура рабовладельцев, или диктатура феодалов, или диктатура буржуазии, или диктатура рабочего класса, или диктатура пультриата в революционную эпоху. Диктатура диктует один класс. Что значит диктует? Прежде всего он диктует законы. Но если законы в чем-то вдруг оказались слабыми, он их изменяет, он пишет другие законы, уточняет их, навязывает. Что такое диктатура? Это навязывание своей воли. Что такое власть? Это навязывание своей воли других. Вот воля и концентрируется в законах. Законы, Маркс и Ленин пишут, право – это и есть выраженная в законах воля господствующего класса. Это сугубо правильно и точно. Поэтому этот вопрос я много разъяснял, я думаю, что после нашего особенного введения, обсуждения до этого, я думаю, что тут все понятно. Если что-то непонятно, пожалуйста, спросите. Что тут непонятно? В формах государства и в сущности его. Тут кирпички я печу, тут никакой лазейки нету. Вот есть три формы. Есть извращения этих форм. Это можно об этом было бы тоже поговорить и в других лекциях, и Аристотель об этом говорит. Извращения, они связаны в основном с тем, что, скажем, монархия или аристократия, они брают не столько в интересах народа или общества в целом, государства в целом, сколько в своих личных интересах. Тогда аристократия превращается в олигархию, монархия в тиранию, демократия в какую-нибудь охлократию. Но это другой вопрос, и тут надо поговорить отдельно особо. У нас сегодня времени нет. У нас сегодня надо поговорить о суверенитете и разрушении мирового послевоенного порядка. Орнунга, как я вам говорил, да? И нам нынче навязывают новый мировой порядок. Новый мировой Орнунг уже давно. Но вот он сам этот порядок пришел в кризис. То есть загнивание капитализма дошло до такой точки, когда само высшее империалистическое государство загнило, когда противоречия обострились в нем самом. Только еще недавно оно радовалось, что ему удалось, оно думало, что это оно разрушило Советский Союз. Оно поаплодировало, похлопало, попьянствовало, вывезло триллион долларов из России, спасло себя от кризиса середины 90-х годов. Посмеялось над нами, над такими идиотами, как Ельцин. Я думаю, все вы видели, как Клинтон над ним, издеваясь, смеется. Опозорили русский народ на весь мир. Но и сами загнили. И что мы видим? Что теперь массы народа, особенно черного народа, посреди белого дня ставят на колени других людей, как Раила Белых, еще к тому же начинают над ними издеваться. А если кто-то сопротивляется, достают оружие. Принуждают с помощью оружия. В Нью-Йорке и Вашингтоне, в столицах. Теперь партия одна подделывает избирательную кампанию, значит, чтобы погубить вторую партию. Причем такой откровенный обман. Так что вторая партия возмущается и показывает этот обман. То есть, все это вот белье грязное, все вывернуто наружу, над Байном издеваются теперь. Сами американцы, прессы американские, сегодня опять. Украинца спутался ранцами, Байден, в речи утренней. И вот над ним там издеваются, что он украинца спутался ранцами, ну и так далее. Значит, почему это происходит? Потому что вот этот новый мировой порядок, он уперся в свои границы. Границы, связанные с расширением рынка. Некуда двигаться рынку. И раз некуда двигаться рынку, значит, нету прибыли. Раз нету прибыли, значит, те печатаемые, печатываемые, печатаемые, доллары, они не соприкасаются с экономикой, не движут экономику. Экономика застаивается и даже стоит. И они лихорадочно ищут выхода. Вроде войну, раньше, значит, последовал бы открытый передел мира, но они уткнулись теперь в Китай и в Россию. Что это сам по себе мощная ядерная держава. Да плюс они в связке. Да в-третьих, с пониманием, что они вынуждены дружить против США. Поэтому тут тоже США не проехать. И они не находят ничего лучшего теперь, как, значит, не печатать деньги, но за счет этого и не обеспечивать всю мировую систему долларами. А раз они не обеспечивают всю мировую систему долларами, то региональные силы, они волей-неволей переходят на свои деньги. И мы с вами давно знаем, не давно, а лет пять-семь. Этот мне брат позавчера задал этот вопрос, что, мол, пора от доллара-то отказываться. Чего ж мы живем в зависимости от доллара? Я им объясняю, что уже лет пять-семь и Россия, и Китай потихонечку избавляются от долларов. Но сразу избавиться от долларов мы не можем, и китайцы не могут. Почему? Потому что это приводит к более сильной девальвации долларов, и это будет стихийный кризис мировой такой силы, говорил советский еще банкир Геращенко, главный банкир наш, что Вторая мировая война покажется легким насморком. Поэтому нельзя это делать. Но потихонечку от доллара отходят. И Крис вот этот сейчас, и Байден знает, что они лишатся рынка долларов в России и в Китае. Но делать нечего. Они задыхаются, они гниют заживо. Поэтому передел мира в какой-то мере идет. И Украина – это один эпизод или одна территория, на которой этот передел все-таки осуществляется. Как, скажем, они осуществили уже в Ливии, в Ираке, в Афганистане там пытались, но везде наталкиваются на то, что там вроде хотели как лучше, а получилось как всегда. Точно так же и здесь, значит. Вот Украина. Значит, Путин, видите, замахнулся. Мы тут всю Украину сейчас деноциализируем, демилитаризируем. Ну, как говорится, нашему теляте да волка восхистый. Боюсь, что целиком ему эту задачу не решить, но замах этот правильный. Кукаряку несу косу там. Кому надо, те разбегутся. И это было бы хорошо. А они, судя по карте военных действий на сегодняшний день, они все-таки больше заняты Левым берегом. И вот с моей точки зрения, если на Левом берегу, кроме Донецкой и Луганской республик, возникнет какая-нибудь Харьковская еще республика, или даже две, Мариупольская и Харьковская, например, то здесь возникнет, может возникнуть, и я думаю, это хороший вариант, федеративная республика Украины. То есть она по факту уже федеративная республика. В ней три республики – Луганская, Донецкая и Бандеровская. Ну, я думаю, будет еще что? Бандеровская. Ну, я не знаю, как назвать, но говоришь, там Бандеровцы, может быть, останутся. Хотя вряд ли. Я думаю, что с Бандеровцами все-таки будет покончено. Да, и я думаю, что это было бы вот хорошим вариантом, если бы возникло вот эти две, значит, право-бережные и лево-бережные. Бережные в основном русские и в основном подаренные, значит, русскими при Лени, при Сталине. Путин тут заикнулся, что, мол, вот это наделали Сталин там с Лениным, и это вот нынешняя Украина, она имени Ленина. Это вот неправильно. Ленин и Сталин привели к рассвету Украины. Украина цвела и пахла. Украинцы жили и радовались. Другое дело, что вот эти вот западные бандеровцы, которые вошли тут где-то в 45-м, и даже, можно сказать, в 55-м году, там бандеровцы по лесам бегали до 55-го года, их вылавливали все, милиция. И они вдруг получили такую силу с помощью американцев. Да, поэтому я думаю, что это вот, если выделиться вот эта вот левая, лево-бережная Украина, это будет уже большой успех. Но может быть и действительно, и Украина в целом, значит, право-бережные тоже создаст. Я уж не говорю о том, что там поляки спят и видят, венгры спят и видят, где бы там своих окучить до себе. Потом Украины. Наверное, и румыны, поэтому Путин, он уже загодя, значит, вот эти границы там с Польшей, с Венгрией, особенно с Польшей. Потому что Польша, она, конечно, тут такое животное, опасное. Да, да. Поэтому суверенитет самой, во-первых, США, он качается, хотя он, конечно, суверенитет, и он сильный суверенитет. У Украины какой суверенитет? Никакого у неё суверенитета нет. Формальный он у неё есть, вроде она сдаёт законы, вроде он там правительство, т.т. На самом деле он суверенитет растворяющийся. И Путин правильно понимает, что с ним уже можно не считаться. Другое дело, что там Америка. Поэтому борьба здесь идёт не столько с Украиной, тем более с украинским народом или там за украинскую территорию. Борьба идёт с Америкой так же, как это было на Кавказе в своё время. Там же война была не с чеченцами и не с дагестанцами. А это опять всё инспирировала Америка. Но во всей этой ситуации есть и вторая сторона определения. Характер. Какой? Он обусловлен характером того населения, тех классов, которые там сейчас есть. А какие там классы? Там небольшая часть такой, но более-менее крупной буржуазии, которая, наверное, собирает манатки, уже приготовила и самолёты себе приготовила сбежать на Запад. Основная масса – мелкая буржуазия, которой на Западе продукцию не берут, потому что она им не нужна по качеству, а в России её запрещают вывозить. И они там задыхаются. Поэтому они с радостью примут русских солдат и правительство парорусское, которые откроют им рынки, и они, наконец, начнут по-настоящему зарабатывать на тех маленьких кусочках частной собственности, которые не отхватили после Советского Союза. Поэтому у украинского режима никакой почвы под суверенитетом нет. И Путин, конечно, в этом смысле выбрал правильный момент, правильное направление и, в общем, правильно определил задачу. Хотя Рабочая партия ещё в 2014 году сделала, значит, выступление, что нужно было тогда, уже в 2014 году, признать вновь Образованной Республике по тем основаниям, которые были для здравых людей очевидны тогда ещё. И Михаил Васильевич выступал с профессором Мазаром и объясняли, что это, значит, американский фашизмный экспорт, и в этой ситуации нужно признать республике. Не воевать за них обязательно сейчас сразу, а признать, чтобы другие десять раз подумали, поставили у себя в затылке, двигаться дальше, стрелять по Донецку или Луганску, или всё-таки подождать. Но граждане правители тогдашние, они, значит, этого не сделали. Спрашивается, почему? Да, и нам сейчас объясняют. И мне вот сегодня с утра мои товарищи, знакомые, коллеги бывшие пишут, Путин вот был не готов, а теперь вот он готов. Так а к чему готов? Признать. Это и тогда были готовы. Не воевать, не посылать танки, которых не было, не посылать ракеток, которых тогда ещё хороших не было, а признать просто. И это была бы большая помощь украинскому народу. Но он этого не делал. Почему он не делал? Потому что тогда была так называемая «Русская весна». Помните «Русскую весну»? Помните? Вот, «Русская весна». И в этой «Русской весне» там была сильная социалистическая струя. Помогать социалистической струе им не с руки. Потому что сами они буржуи. Их народ интересует во вторую очередь. В первую очередь интересуют их буржуи и те активы, которые там можно прихватить. Вот сейчас мы наблюдаем, как расхватывают русские буржуи в Украину. Были украинские буржуи там, а приходовали теперь русские буржуи. Киселёв, там у него дача. У него уже там виноделий, этот вот публицист. На российском канале в воскресенье нам всё вещает. Замки там у них прибрежные. Значит, земли – хорошо жить. Вот почему они не хотели помогать республикам. Там Моторол – один из самых выдающихся, значит, руководителей военных. Его и застрелили. Почему? Потому что у него была сильная такая социалистическая тенденция. Но он, видимо, переоценил возможности обстановки и не очень так это наблюдал, что делается вокруг. Не проявил должной осторожности. Во-первых, понимание всё-таки, а во-вторых, осторожность. И так же, как и Захарченко застрелили, тоже он потерял бдительность. Зарвали его. В месте, где постоянно обедал. Но ты даёшь. Это когда-то там немецкий гауляйтер Украины обедал в одно и то же время, и вот там мы взорвали. Причём партизаны советские, белорусские, украинские, они знали, что немцы любят порядок. Раз обед 12, значит, он 12. Поэтому приходи, закладывай минут 12, взрывай, и дело будет сделано. Но раз ты находишься в такой ситуации, этого не должно быть. Об этом надо думать. Так что всё объясняется просто. Экономика капиталистическая рушится, а с ней рушатся и капиталистические меры. И вот они как буки в банках дерутся. И остаётся только, значит, сочувствовать нам, себе и рабочему классу Украины, и рабочему классу России. Что до сих пор, значит, ни там, ни там рабочий класс не сорганизовался в должной степени, не навёл порядок, не развил и не закрепил свою волю к борьбе, значит, и не пытается сказать своё слово о человеческом, то есть коммунистическом порядке. Я думаю, что так или иначе вот эта вот жизнь, вот этот кризис, вот это бесчеловечное общество, которое на нас обрушилось, значит, оно заставит и интеллигенцию помогать рабочим, и самим рабочим осознать своё положение, свои задачи и интересы, и, наконец, выступить за прогрессивное преобразование общества. Другого пути у нас с вами нету, дорогие товарищи. Никто за нас эти задачи не только не решит, даже не поставит. Мы же видим, что они не ставят эти задачи, они ставят задачи сугубо торговые. Те украинцы, бизнесмены, где бы найти рынок, наши тоже где бы найти рынок, и где бы ещё чужие активы прихватить. И Америка, она это понимает, я уверен, поэтому она здесь действует на раздел мира, на установление нового передела мира. То есть, скажем, правую часть Украины, она с удовольствием оприходует и будет продолжать примерно ту же политику. Но это уже будет именно вот эта деревенская бандеровская Украина. Она уже такой силы, мощи и опасности для России представлять не будет. Это сейчас она второе государство по величине в Европе. Второе! Когда её разделят, скажем, пополам хотя бы, то она не будет не только вторым, но даже не третьим, не четвёртым и не пятым. Так что вот на такой оптимистичной ноте решите мне закончить. А если есть вопросы, я готов ответить. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Гегель в разделе «Учение об литии» употребляет слово «рефлексировано», а в «Учении о сущности» есть «рефлексия». Это одно и то же именно. Да. Рефлексия, отражение, рефлексия, отражатель. Правильно ли я понимаю, что… Извини. Извини. Значит, вот отражение и рефлексия – это когда сравнив… в логике. Значит, в технике понятно, рефлекс – отражатель, да, нагреватель. Нагревает, а зеркало отражает это тепло. А здесь, значит, понятия, они отражаются друг в друге. И переходят друг в друга, влияют друг на друга, да. Вот это называется «рефлексия». Правильно ли я понимаю, что в руках «загарки», в определяющемся России одобрить спецоперацию Путина и в очередной раз покрепче поджать «рефлексия». Цены даст эти рефлексы? Значит, одобрять политику Путина я не собирался, не одобрял, не говорил, что я одобряю, да. Но в его положении, я считаю, он сделал правильно. Почему? Потому что борьба с фашизмом, значит, для государства, особенно для нашего государства, она неизбежна. Если с фашизмом не борются с силой, то фашин закабаляет целую Европу, потому что с ним ему в Европе не сопротивляли. И только когда он наткнулся на кулак Иосифа Срёныча, он, значит, был сражён, побеждён. Фашизм не разумеет понятий, убеждений. Плюёт он на всякие убеждения, у него свои есть. И он правит свою волю, он ни с вами не нашёл. И если Путин стал против этого и борется, то тут надо понять, что это мужественный человек. Вот других не нашлось таких, значит, откровенных. В какой-то мере только Орбан заявил, что он не поддерживает политику европейцев по отношению к России. Это мужественный поступок. А начать войну с фашизмом – это очень мужественно. И в этом смысле я думаю, что, ну, Путин в какой-то мере он похож. Похож в какой-то мере. Значит, на самых выдающихся деятелей борцов с фашизмом. Поддерживаете ли вы закрытие канала «Дождь» и «Еха Москвы»? Как бы не относиться к этим СМИ, это единственная эффектива кремлевской пропаганды. Под сужденку войны идёт не только ограбление народа, но и вводится ещё больше жёсткая цензура. Более жёсткая цензура. Так, так вопрос в чем? Поддерживаете ли вы закрытие этих каналов? Ну, конкретно, что… Я не поддерживаю. Я, значит, давно требую, чтобы их закрыли. Ещё до этой кампании. Потому что это, ну, клеветнические такие, мелкобурразные, подпевало Соединённых Штатов. Там больше русофобии, чем информация. Насколько самостоятельным вы полагаете поведение российских властей во внешней политике? Ещё раз. Насколько самостоятельным вы полагаете поведение российских властей во внешней политике? Насколько власти самостоятельны? Да, поведение российских властей, а в личной политике. Я думаю, что самостоятельное. Да, вот о суверенитете у нас времени мало, но тут можно было поговорить, что суверенитет был разрушен, причем, вот он ведь был разрушен в 90-м и в 91-м году, когда республики СССР проголосовали за свой суверенитет. И Россия первой проголосовала за суверенитет. И кажется, что вот проголосовали люди, вот не понимали, там мнение высказали, СССР развалился. Так они не понимали и высказались, потому что до этого шло разрушение сознания, в том числе сознания суверенитета. И к этому времени оно созрело настолько, что уже люди и не понимали, и значительные уже слои возникли, которые даже требовали, что не надо кормить там Украину, кормить там, значит, Армению. Если бы их не кормить, вот Россия бы жила богато там и так далее. Точно так же, как украинцы, вот мы кормим, значит, весь СССР хлебом. Ну это иллюзия. Много они, хлеба давали много, хорошие качества, но не кормили они всю, весь СССР. А я уж не говорю о том, что СССР там их тоже кормил другими продуктами. Но сознание вот это вот, да, оно у индивидов пропадало, у слоев пропадало, и в конце концов и на государственном уровне, поэтому проголосовали, и государство развалилось. Не развалилось, а его разваливали, в том числе и, значит, вытравливанием понятия действительного авторитета, значит, из сознания, из политики. Ну, а Путин, конечно, он вот эти вот последние лет десять, он, да, он занят как раз восстановлением суверенитета. И я думаю, что в значительной мере восстановил суверенитет. Хотя еще не полностью, судя по тому, что он, значит, допускает такие фортели на Биулиной, значит, где-то он чего-то зависим от Вашингтонского обкома, где-то он зависим от Федеральной резервной системы. Так что на его месте я бы эту на Биулину не выгнал, я бы ее посадил в тюрьму. Здесь замечание, ну, когда он пришел, что вы сказали, что дочки на Москву будут, а вопрос, а Кремлевский канал не будет, Соловьев, Поповки, Семеновский. Хороший, хороший вопрос. Да. Значит, дело в том, что мы живем в ситуации войны. Война, всякая война сопровождается информационной борьбой, которую называют информационной войной. Информационная это никакая не война, но борьба серьезная. И наши средства массовой информации, видимо, под руководством Путина наконец поняли, что война наряду, значит, с материальными победами, она сопровождается победами в информационной деятельности. И впервые информационную борьбу Путин выиграл в 2008 году с Грузией. Вот тогда они вели, значит, очень грамотно идейную борьбу, и фактически, значит, мы имели более или менее правильное представление. А искаженная информация, в том числе и мифы, они есть и с того, и с другой стороны. И, во-первых, как именно фантазия, специальная выдумка, и как реальные недостатки. Например, скажем, вот прошел день войны. За этот день, значит, было с нашей стороны потеряно пять самолетов, сто человек, значит, бойцов, два офицера. Но в той чехарде, в той борьбе, в отступлениях, наступлениях, поди ты сосчитай там всех погибших, все разбитые самолеты. Он самолеты до сих пор находится. Раньше не знали, где они там, куда упали. А теперь вот в болоте нашли, в Твери парни копались, значит, и нашли часть самолета. Начали дальше копать, раскопали весь самолет. То есть здесь много такой вот информации, текущей в хаосе борьбы. Как мы дома в нормальной жизни иногда там друг друга невольно вводим заблуждение, так и здесь вот в такой, значит, сумятице, в таком переполохе много неверной, неточной, непроверенной информации. И масса фейков. Скажем, я понимаю, что со стороны Путина там есть какие-то образы и недостоверные информации, или даже специальный обман, допускаю. А уж с той стороны одних вот разоблачённых, кто хочет посмотреть, в интернете там много, вот мне сегодня попалась моя знакомая и девушка эта, она живёт в Новосибирске. Где-то там они сделали съёмку лет пять, не, года три или два назад, она там с автоматом в автобусе едет. Девушка симпатичная, лет двадцати. И вот из неё сделали, что это вот нынче украинка из Харькова едет защищать Украину. Ну, конечно, это смешно. И хорошо, что её разоблачили. Но все эти тысячи фейков не разоблатишь. На каждой надо представлять два-три журналиста-расследователя, чтобы они там выяснили обстоятельства, и потом нам показали, как с этой самой Екатериной. Поэтому я думаю, это нормальное сопровождение всякой войны, информационная борьба, и это надо понимать. Поэтому я, значит, зная это, вообще не воспринимаю какие-то конкретности. Мало ли что покажут там эти, а тем более украинцы. Вопрос можно ещё про буржуазную демократию? Вот слышу постоянно, ну, в лекциях, у нас сейчас и есть буржуазная демократия. В капиталистическом обществе она всегда или не всегда? Нет, конечно. В капиталистическом обществе она или демократия, или фашизм. Есть ещё, как бы, такая маскировочная форма – монархия. Вот, скажем, в 11 европейских странах монархия до сих пор сохраняется. Скажем, в Англии. Но она монархия как такое украшение, ширмочка такая, да. И мне кажется, даже это очень приятно, так сказать, вот, скажем, американские папы, вот я бы на месте американских пап тоже приходил в дни рождения королевы-матери, рядом с нею там внуки симпатичные, они вот маленькие-то были симпатичные мальчики, и своей будочки. Вот, Маша, будешь себя хорошо вести? Вот, принц Гарри на тебе женится. И уже Маша окрылённая идёт домой хорошо учиться, значит, ну и так далее, слушаться. Вот, то есть есть такая вот сторона. Но на самом деле, это, конечно, это обман трудящихся и ничего более. Владимир Владимирович Путин представляет класс буржуазии, но при этом буржуазия пострадает от санкций. Как так получается, что Путин командует буржуазией при неврещении спецопераций? Значит, всякое действие содержит в себе, а иногда и переходит в противоположность. И содержит в себе противоположность. И противоречиво по своей сути дела. Поэтому, ну это всегда так бывает. Одно делаем, другое – это страдает, что-то страдает. Скажем, когда мы сосредоточились на Гойлоро… Помните план Гойлоро? Электрификация России. Значит, на неё было много ресурсов брошено. Ну так эти ресурсы были от чего-то взяты. Что-то там, кто-то недополучил. Теперь в процессе там было много ошибок, много воровства, много ещё чего-то. Ну так что, если такие вещи есть не делать, не проводить Гойлоро, так и тут. Конечно, издержки есть в любом деле, в том числе и, конечно, в таких. Но буржуазия наша, если уж она взялась за это дело, то она понимает, видимо, что выигрыш будет… Кстати, Путин ведь так и выразился. Да, это беда. Но если это не сделать сейчас, потом беда будет ещё серьёзнее. И говорит, что недавно же Зеленский-то заявил на Мюнхенской совещании по безопасности, что, значит, нам надо вернуть статус ядерной державы. И представляете, если такая Украина да ещё станет ядерной державой, то есть американцы будут нас держать за горло буквально. Не нас, прежде всего их. Да, но в какой-то мере и нас, да. Нас-то будут вытравлять, потому что они сказали, что несколько раз повторили. Им нужно 50 миллионов населения России. То есть мы 100 миллионов лишние. И, конечно, нас и так выводят. Мы и так вымираем при Путине. При политике сбережения народа. Мы вымираем по миллиону опять в год. А представляете, если это будет ещё вот американское давление здесь. А тем более сама Америка. Ну, вообще кранты тогда. И русский народ помнит, как называют славян на Западе. Как по-английски? Слав. Как? Слав. А ещё? Склав. И то и другое имеет один оттенок раб. И это когда-то была действительность суровая. Поэтому мы этого не хотим. Мы не рабы. Учил нас Владимир Ильич и Сталин. Рабы – не мы. Хотя мы сейчас в трудном положении, но мы боремся. А Ленин учил раб, который борется против господ – революционер. А раб, который славит своего господина – халуй. Халоп – халуй. Значит, и Некрасов говорит – люди дворового звания – сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. И вот мне кажется, что не наказание, а совершенно нищенское положение, до которого довели наш народ и при котором он вымирает, вот оно уже, мне кажется, многих превратило в халопов. Вот нам нужно от халопства освобождаться. Нужно быть гражданами и не бояться ни Путина, ни этого дождя русофобского, ни кого-то там другого еще. Наплевали мы на них с высокой колокольни. На этой оптимистичной ноте, мне кажется, можно было бы и закончить. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...